Время бизнес новостей на телеканале Кубань 24. Здравствуйте. И прямо сейчас расскажу, сколько денег направят на развитие сельского хозяйства, какой урожай зерновых планируют собрать аграрий и какие наши сами покупки приносят максимальную прибыль предпринимателям. Ну а теперь обо всем подробнее. Нефть подскочила в цене. Марка Брэн подорожала до 50 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже. Впервые с начала ноября прошлого года нефть пробила психологическую отметку. По мнению экспертов, это произошло после распространения данных о сокращении нефтедобычи и коммерческих запасов топлива в США. Вырос спрос на нефть в Индии, Китае и России. За первые три месяца 2016 года они приобретали более 1 миллиона баррелей сырья в день. Это превышает аналогичный показатель прошлого года, пишет Интерфакс. На фоне этого укреплялся и рубль. Напомню, доллар на московской бирже потерял 68 копеек, а евро чуть меньше 62. Каким будет курс на сегодня, расскажу чуть позже. 1 триллион рублей в сельское хозяйство. Такие инвестиции планируется привлечь в отрасль до 2020 года. Об этом говорили на коллегии Министерства сельского хозяйства России. По ожиданиям ведомства почти 800 миллиардов рублей составят заемные средства. От инвесторов, согласно плану, ожидается более 300 миллиардов. Всего за 4 года может быть запущено 865 проектов. Если более подробно и в цифрах, то в области растеневодства ожидается более 300 новых проектов общей суммой 460 миллиардов рублей. Больше всего инвесторов интересует овощеводство в защищенном грунте, хранение зерновых и масличных культур, а также строительство овощехранилищ. В животноводческую отрасль сумма инвестиций чуть меньше – 365 миллиардов. Здесь в приоритете молочное животноводство. Также новые проекты появятся в секторе птицеводства и свиноводства. Все это повысит инвестиционную привлекательность, даст рабочие места и, конечно, поступление в бюджет. К слову, наша страна должна увеличить и производство зерновых. Напомню, наш край стал первым в топе 30 регионов по сбору зерна, в прошлом году. В текущем году при благоприятных погодных условиях планируем собрать высокий урожай – не менее 106 миллионов тонн зерна. Во многом это заслуга сельхозпроизводителей регионов, которые хорошо подготовились к посевной. В стратегии развития зернового рынка до 2030 года наша страна должна увеличить производство зерновых на 25%, а экспорт на 61%. О пополнении бюджета и о развитии сельскохозяйственного и промышленного производства говорили на сессии Законодательного собрания Краснодарского края. Парламентарии обсуждали исполнение бюджета 2015 года. Другими словами, окончательно подвели финансовые итоги года. В прошлом году доходы края составили около 185 миллиардов рублей. Бюджет исполнен почти на 95%. Из-за экономического кризиса в конце года пришлось оптимизировать расходы. Но, несмотря ни на что, бюджет остался социально направленным. Работать над повышением занятости населения, способствовать повышению эффективности производства как сельскохозяйственного, так и промышленного. С тем, чтобы на этой основе добиваться, скажем, более лучшего наполнения бюджета и, естественно, решать задачи, которые стоят сегодня перед властью. Тем, кто занят в производстве, председатель парламента посоветовал работать на полную мощность, особенно в кризисное время. Это прекрасный повод заработать самим и поднять экономику края на новый уровень. Рынки соберут свое. С января по апрель этого года торговля на кубанских рынках и ярмарках показала прирост в 3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Торговые организации и предприниматели сформировали 88% всего оборота региональной розничной торговли в первом квартале. Их доход превысил 300 миллиардов. Доля нестационарной торговли почти 12%. Их результат за 4 месяца более 43 миллиардов. Основной доход от продаж принесли непродовольственные товары. Продукты, напитки и табак принесли около 45% прибыли. В Краснодаре и муниципалитетах продолжают работать ярмарки выходного дня, где производители продают свой продукт без посредников. Регион поддерживает такую форму торговли. Новые павильоны будут открываться и в будущем. Ну и как обещала курсы валюты. Доллар проиграл 69 копеек, и теперь его цена 65 рублей и 21 копейка. Чуть меньше уступило евро. Новые курсы от Центробанка 72 рубля и 84 копейки. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания.